Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Поговорить о том, почему на блокчейн-платформе Эфириум все меньше токенов и децентрализованных приложений, которые действительно используются Почему и куда они уходят И в заключении обсудим, как это скажется на курсе Эфира Подписывайся на канал и ставь лайк, а мы начинаем Вы в курсе, что на Ютубе запустился Криптонс Фэмили? Первый развлекательный и образовательный сериал о криптовалютах Еще никто не говорил про крипту настолько весело Легко и с юмором семейка криптонов расскажет вам, что такое блокчейн Откуда взялся биток и эфириум Как правильно майнить и многое другое Учитесь зарабатывать весело и интересно Вместе с Криптонс Фэмили Поддержите проект подпиской и лайком Ссылка в описании Криптовалюты EOS, TRON и с 23 апреля Binance Coin Все это раньше были токены, выпущенные на блокчейне эфириум И можно было с гордостью заявить, что самые ликвидные токены Являются частью платформы эфириум Но эта сказка длилась недолго EOS и TRON закономерно перебрались в собственный блокчейн, как и обещали А вот миграция Binance Coin выглядит не совсем логичной Ведь они могли создать децентрализованную биржу на базе эфириум Но предпочли отказаться от его использования Почему руководство Binance приняли такое решение? У них было сразу две веские причины Первая заключается в том, что их собственный блокчейн пусть и централизован Но позволяет работать с нужной скоростью для обеспечения быстрой работы их торговой площадки А вторая причина в том, что теперь BNB это полностью самостоятельная криптовалюта Транзакции которой освобождены от необходимости уплаты комиссионных в эфире Но вслед за Binance с эфириум ушли и другие проекты Как заявляют представители криптобиржи, их уже минимум 8 В СМИ писали, что Binance заманивает к себе проекты, предлагая им листинг на своей торговой площадке А это, как мы знаем, может существенно повысить стоимость токена Наши подписчики в Телеграм считают, что подобной нечестной игры со стороны Binance вполне можно ожидать А как считаешь ты? Напиши об этом в комментариях или переходи по ссылке в описании к видео И голосуй прямо в Телеграм Отметим, что миграция приложений с эфириум на тот же EOS и TRON началась гораздо раньше И не стоит во всем винить Binance Просто проекты уходят за пользователями И если посмотреть статистику, например на Дапродар То эфириум существенно уступает по активности живых людей И я лично согласен с комментариями, что в большинстве случаев Подобные проекты это голимые казино или другие приложения, которые обещают легкие деньги Но давайте взглянем правде в глаза Большинство децентрализованных приложений это именно казино, игры с возможностью заработка или биржи Альтернативы пока нет И как показывает практика, для пользователей подобных приложений на первом месте удобство использования И они не будут принципиально сидеть на эфире, потому что он идейный и децентрализованный Разработчики проектов на базе эфириум такие же люди, как и мы И на первом месте у них будет личный достаток Следовательно, если они смогут повысить цену своего токена или увеличить количество пользователей То они будут переходить на другие блокчейны Это естественный отбор И Виталику Бутерину нужно активнее включаться в борьбу за сохранение пользователей и приложений на базе эфириум Потому что пока он будет строить свой идеальный всемирный компьютер Может оказаться так, что к моменту завершения разработки уже не останется желающих им пользоваться Нельзя сказать, что никто не обращает внимания на эту проблему Например, недавно Виталик Бутерин предложил изменить механизм уплаты комиссии с транзакцией Чтобы добавить к ним обязательную часть, которую будут направлять на финансирование разработчиков Но пока это только идея Кстати, можем подкинуть еще одну Было бы хорошо сделать связующее приложение для эфириум и Binance Chain Чтобы проектам не пришлось переносить свои токены для получения доступа к децентрализованной торговой платформе Binance Dex Что-то похожее делает Bancor Которые сначала создали биржу на эфириум Потом запустили ее аналог на EOS И собираются добавлять новые блокчейны В свое время курс эфириум раздули до 1400 долларов На фоне тузыму на биткоина и хайпа на рынке ICO В который вкачивались миллиарды денег И основной валютой был именно эфир Но сегодня, когда большинство из проектов, запущенных на эфире во время ICO бума оказались мертвыми До этого практически никому нет дела Медвежий рынок взял свое И теперь, когда какой-то проект на блокчейне эфириум полностью закрывается или уходит в другую сеть Это практически не сказывается на цене эфира Одним больше или одним меньше Большинству людей, которые просто торгуют эфиром на бирже или купили его в качестве долгосрочной инвестиции Нет дела до таких событий Это было бы критично, если бы у эфириум был какой-то уникальный глобальный продукт с большой армией пользователей Вот тогда новости о нем могли бы влиять на курс криптовалюты А пока цену и дальше будет формировать рынок и терпение верных ходлеров Которые готовы ждать, пока Бутерин и компания закончат работу над своим эфириум 2.0 И построят для всех нас децентрализованное будущее Напиши в комментариях, пользуешься ли ты приложениями на эфириум И продолжишь ли это делать, если проект вдруг решит переехать на другой блокчейн Мы же тем временем займемся подготовкой следующего видео И ты можешь нам помочь, подписавшись на канал и поставив лайк А на этом сегодня все, спасибо за просмотр Канал о криптовалютах Коинпост Подписывайся и просвещайся Напоминаем про канал Криптонс Фэмили Ведь это первый развлекательный и образовательный сериал о криптовалютах Поддержите проект подпиской Ссылка в описании Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok